Первоначально баллотироваться в депутаты городского собрания Сочи были намерены 199 человек. Это представители от Единой России, КПРФ, ЛДПР, Справедливой России, от партии Коммунисты России, Родина, Патриоты России, а также независимые кандидаты. После процедуры регистрации и проверки борьбу за мандаты на сегодняшний день продолжают 135 кандидатов. За прошедшую неделю избирательной комиссии принято три решения об аннулировании регистрации по личным заявлениям кандидатам, а также по одному кандидату принято решение об исполнении решения Центрального районного суда. Сейчас идет предвыборная агитация, которая закончится в полночь 11 сентября. С этого момента наступит день тишины, который продлится до начала выборов. 219 избирательных участков начнут работу в 8 часов утра. Сейчас проводится досрочное голосование для тех избирателей, которые по уважительной причине не смогут прийти в день выборов. Также участковые избирательные комиссии принимают заявки от тех избирателей, которые в день голосования по состоянию здоровья или инвалидности не смогут прибыть на избирательные участки. Они смогут воспользоваться правом голосования вне помещения. Впервые на предстоящих выборах будут открыты 4 новых избирательных участка. Они находятся в Хостинском районе. Жители улицы Лысая гора смогут проголосовать в здании по улице Дмитриева, 56. Для избирателей, проживающих на улицах 20-й горнострелковой дивизии, Ломоносовской и Транспортной, в домах после 47-го номера будет открыт участок в здании МФЦ. Жители указанных домов по улице Обширонской и Дарвина, а также избиратели, проживающие по улице Каму, смогут отдать свои голоса за кандидатов в депутаты и главу Краснодарского края в помещении ТОС Кудепста. Сразу два избирательных участка разместятся в 18-й школе. Там проголосуют жители улиц Искры, Калиновая, Переулка, Александровский и Сухумское шоссе. Еще два избирательных участка изменили место дислокации. Теперь избиратели участка на Соболевке проголосуют в помещении управляющей компании, а в Хосте выборы пройдут в помещении территориального органа самоуправления. Вся информация есть на нашем сайте.